Всем привет! Опять я вас дразню. Вот так у нас начинается утро. Смотрите, какие пышные, румяные сырнички. Маха, ты тоже с нами кушать хочешь? Запрыгнула уже. Малиновое варенье. Да? Маха. Оплела Алису, как змея. Давай хвостик убирать отсюда. Маха. Сырнички. Можно взять сырничек и обмакнуть в варенички. Да, папа так и будет делать. Алиска, давай кушать. Приятного аппетита. Спасибо. Помоги не дали. Какой тебе чайок? Выбирай чашечку. Этот или этот? Не этот. Я хочу салфеточку. На салфеточку. Ты мандаринки заворачивать будешь? Кому-то. Нет, я мандаринки буду варить. Матурю такую на салфеточку. Ага, вот оно что. А потом кому-то завернешь и подаришь? Подарю. Кому я подарю? Мандаринки я ищу. Кате. Маме подарю мандаринки. Ой, спасибо. Маме подарю мандаринки. Я ищу подарю. Молодец. А Кате? Кате подаришь? Настя, бабушки, тетя Оля. Да? Всем? И Даше. И Даше, моя умница. Можем Даше передать мандаринок, да? И яблочек. Вчера Прошу кормила мандаринами. Да? Подушки не думала. Ты даже Прошу кормила вчера мандаринками? Да? Так что Прошу тоже можно кормить. А наш с тобой спор в силе. Смотри, мандаринок все меньше. А там на подоконнике нет? Нет, это все. Будет заканчиваться, я втихаря сбегаю в магазин, тут насыплю. Где еще, папа, мандаринок? Мандаринку. Еще? Тут уже много лежит, доченька. Уже не помещается. А, сверху, правильно, горка. Давай, попробуй сырничек. Вкусный-вкусный? Я не хочу сырничек. Съедим. Смотри. Смотри, мама сейчас укусит. А? А я не хочу сырничка. А почему, зайка? Не хочу. Попробуй с краешку укуси. Можешь помазать вареньем сырничек. Намажь. Ой, мама. Давай, мы тебе его на тарелочку переложим, а ты будешь его мазать. Давай. Вот так. Намажь. И будет он красивый. Он будет вкусненький, с вареницем. Еще вареницем покрасим. А ты пробовала вареницем это? Попробуй на язычок, язычком. Ложечку так. Ложечку язычком. Мама, хочешь ты варенье? Конечно. Это знаешь, какое вкусное варенье? Это из малинки. Давай, спасибо. Спасибо большое. А у папы есть? У меня есть. Какой сырничек с вареньем вкусный. Нет, дочь, я все не мажь. Мажь свой. А лист не мажь. Вдруг кто-то захочет без варенья. Да, Катя, Настя, бабушка. Можешь его ложечкой вот так разрезать. Попробуй. Да, вот так. Вот так. Отломай. Нажимай. Нажимай на ложечку. Нажимай. И по кусочкам его отламывай и кушай. Не так, а боком нажимай. Боком. Как ты делала? Боком вот так. Вот так нажимай. И он будет ломаться, смотри. Можно вот так сделать кусочек. Взять его на ложечку. На, бери. Бери. Попробуй. Я хочу апельсинное. Я хочу. Не, Лисочка. Чуть-чуть сырника, потом апельсин. А потом карету откроем. Ты же хочешь карету открыть? Вон у нас стоит на холодильнике. На холодильнике. Да, ты же хочешь ее открыть? Вон у нас вот так не достану. Вот потому что сырнички не ешь. Не растешь, видишь, и не достаешь. Вот съешь сыр. Ох, охитрюша. Смотри, какая хитрая. Ох, охитрюля. Помоги мне тут собрать. А мне тут цени меня за ложечку. Ты слезать хочешь? Да, слезать. Мама, будешь мне карету взять? Танешь куда карету? Да, конечно. А я не достану карету. Я, конечно, достану. Только ты сначала покушаешь и чайок выпьешь? Нет. Мама, иди. Мама, я хочу пить чаем. Ты включишь меня? Пить чайка. Чуть-чуть побьешь чайок. Да, включу муху-цокотуху хорошо. Садись, котеночек. На тебе чайок. Доброе утро. Вот так пахнет чайок. Да, вкусно. Зовите Атюлю пить чайок. Тетя Моя, а ты хочешь пить чайок? Спасибо. Спасибо, Лизочка. Я уже попила. Я пойду хомячков кормить. Хорошо? Я пойду хомячков кормить. И еще кто там есть? Свинки морские. Кто там еще есть? Крыски, да? Кролик. Кролик. Ой, и сапчай. Волосы в чай. Обмакнула. Яблочко, да, берите, конечно. Волосы в чай. А теперь мама и папа. Точно так расстроится. Конечно, волосы намокли в чайке. Расстроимся, конечно. И чуча вы расстроились. Да. Пей чайок, пробуй. Не, по чуть-чуть. Вот этот. Ой, пока дождешься, пока детенок начнет кушать. А с ума можно сойти. Мама, лючу муху цикатуху. Лючу муху цикатуху. Вкусный чайок. Найди деплый. Сейчас найду пульт. Ты сначала сырничек укуси, а я буду искать пульт. Любой выбирай. Какой хочешь. Хоть с вареньем, хоть без варенья. Какой тебе нравится, такой выбирай. Вот этот. Вот этот, хорошо. Я укусил вот этот. Хорошо, а я пульт поищу. Кусай. Моя умница. Вот молодец. Видишь, какая молодец, и чайком запивай. Пульт. Тихо. Ты чего? Нормально все, нормально стоит табуретка. Все хорошо. Зайка. Я пульт искать эту, я же пообещала. Ты моя умничка. Неси пульт. Алисочка пересела, чтобы было видно телевизор. Мама, где я фотка? А, хорошо, не буду. А тут у нас имбирь с лимончиком. Видите? Впервые пробуем имбирь с лимончиком. Все, папа включил? Это не то, не то, не то, не то. Не то? Опять ошибся. А как будет тебе? С детками представление? Тебе с детками включил? Не с детками. Нет? А чуть-чуть, вот так, вперед. Вперед. Вон, давай, с детками смотри какой-то. Не смотри, еще из-под стола не проводит. Такое будешь, да? Такое. Ну, кушай, только ячейком запивай. Умничка моя. Молодец. Запивай щитком. Я хочу запивай щитком. Не спать хочу, мама. Еще не выспалась. Да, мазенька. Молодец. Кусай. Что это за муха-четодуха? Ну, вот такое выступление. Все, Алиса покушала. И мы, как обещали, открываем карету. И мы здесь смотрим мультик. Там хоть щитодуху. Мультик уже закончился. По-моему, щеночки домой просятся. Трудно, надо упринять. Плачут щеночки. Ну, они не плачут. Они просто так тяпкают, чтобы мы их услышали. Сейчас папа вытащит. А я залезу тут в коробку и буду я там. Костя, осторожно. А я залезу тут в коробку и буду я там жить. Жить прямо будешь там? Мама. Ну, залезай. Ты поместишься? Я поместишься. Посмотрим, как ты там будешь жить. Ух ты, влезла, Костя, поместилась. Ой, слушай. Это все подарочек. Кукла продается. Это тебе подарочек. Мне подарочек. Самый лучший подарочек. Я хочу такой. Ой, мама. Ой, теперь не вылезешь? Нет. Ты самый лучший подарочек на свете. Захматый теперь. Мама, я хочу... Ой, мама. А как мне это все пить? Ну, ты же видишь, не влезла. Ноги не поместились. Ножки не помещаются. Тетя Оля, смотрите, какой подарочек. Давай, знаешь как, вставай на ножки, я на тебя надену коробку. Смотри, папа уже почти распаковал. О, какие волосы ваши. Слышишь, хочешь, что Алиса говорит? Говорит, это шахматы. И показывает, как ходит пешка. Похоже на шахматную фигурку, точно. Молодец. Это на шахматы. Я бы не догадалась. Это штуки, которыми крепится карета. Алиска их шахматами назвал. Где-то еще, да, вон лошадка. Многие еще раскрутить надо. Это раскушивать надо. А, да. Смотри, какая шахматная фигурка. Это вон флаг пронесет карета. Везет. Она везет вот так грудочком. Как красиво, да? Красиво. А у кареты открывается дверка? Я надеюсь. Можно открыть дверку и кого-то посадить туда? Можно? Можно? Давай попробуем. Что? Не открывается, что ли? Ну, это они неправильно тогда сделали, если не открывается. А, открывается. Это мама. А, тут скотч налепили. Вот почему она у меня не открывалась. Подожди, подожди. Надо скотч отлепить. Лепили скотч, видишь? Все, открыли. Смотри, можно кого-то катать. Посадить туда кого-то и катать. Давай, папа сейчас еще батарейки поставит. Грибушек. Все, Алисочка, мы поставили батарейки. Давай пробовать. Где у нас тут включается? Давай, включим карету. Смотри. Смотри, светятся огоньки. Видишь? Когда будет темно, будет очень красиво. И где-то еще включается лошадка. Включай лошадку. Вот так, да. Ну, и что? Подожди. Почему? Она везет карету? Сама? Сама. Я ищу. О, здрасте. Моха. Давай в другую сторону развернем. Не везет она. Что-то как-то эта лошадка через раз. Вот сейчас включаем. Что-то она заедает. Только купили, и она заедает. Не очень приятно, конечно. Моя, мама, ты видишь? Ну, один кружок прошла, и все, да? Скажи, как так? Как так? Так, так. Придется? О, пошла. Кого посадим в карету? Давай кого-то покатаем. Какую-то маленькую игрушечку. Принеси кого-нибудь маленького. Апельсинчика покатаем. Апельсинчика покатаем? Апельсинчики, да. Ну, давай. Только это мандаринчик, а не апельсинчик. Апельсинчик большой и круглый. Смотри. Вон на окне лежит апельсинчик. Вот у апельсинчика. А это мандаринчик. видишь разницу будем мандаринчик катать наверно надо так идти в магазин и менять лошадку потому что она работает через один раз через четыре батарейки новые поставили абсолютно обидно я кости говорила когда мы только покупали ему говорила смотри эта коробка как будто уже открывалась и заклеили наверное кто-то возврат сделал и все равно мы ее купили эту коробку надо было брать другую пусть здорово пусть здорово масочек катает мандаринку мандаринку катает все везет и мандарин нравится карета нам приехал паша и владимир иванович привет ваш паша костин брат у него и свой канал папа паша сейчас будут этот bus толкать наконец-то 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 паш мы этого ждали так долго так там надо было закопать трубу и иваныч никак не мог это сделать мы уже захотели сами закопать на костер ну мало ли что он там хочет но мы же не можем свое вольничать да это наши малые пошли покажу и бубики малышей малышей к вам смотрите папа паша идет мне больше похоже на вот этих точно белых медведей это да 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 но они так растут с каждым днем они не касается малышей малышей да конечно не по ошейникам можно отличить видишь синенький это мальчик справа а черненький девочка но они и мальчик крупнее они уже и так различаются что мне это ведро тут раздражает чего прям перед собаками поставить так же гораздо лучше правда малыш да красивый на их еще надо да их еще надо чесать каждый день сейчас сегодня опять надо расчесывать видишь как она сваливается умка умка играются но подождите автобус перепихами выпустим лимоша лимоша как потеплела ты опять на крыше да он на крыше сидит а я смотрел вот увидел окраса как тоже здоровый такой штаб привет ты что прыгнуть оттуда он может прыгнуть даже оттуда может не но он по лестничке спускается ничего себе вот в этот гараж будем толкать бус пошелом надо еще переносить уже переносил а загонять будем пилу и воду а электро этот гараж раньше был наш но мы потом сказали хозяину что он нам не нужен а хозяин как бы был в летом заняла один и второй гараж да пусть здесь воняет да вот этой выгребной ямой вот тут ваш конкретный вопрос когда мы ютюбовскую первую зарплату он новая а да надо же уже это самое прям надо 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 без этого может она даже увеличивает кость что так воняет эта выгребная яма это то что в огород выливается воняет или что может оттуда фу ужасная вонь стоит что Владимир Иванович выведет свою машину и вытолкаем бусик что вы смеетесь у ворота заехала хозяин немного не подросчитал а у ворота другого дома? не в свои вот в эти они только начали ты еще подталкивать будешь? ну надо будет буду а у тебя дома? Надя не знаю что Надя еще толкать будет сильно тяжелый она мне только что присылала фото посмотри я тебе кинула на телефон она там это прическу сделала как кукла барби выглядит ну я говорю муж не вовремя уехал а он командировки допустим может она ее и сделала потому что муж уехал да конечно что за плохие мысли о женщинах ого да ну да прям модель ух ты точно покажи Кость она сейчас станет такая как на свадьбу была она точно такая как на свадьбу она уже похудела здорово да много уже скинула она уже меньше 100 кг весит молодец а сколько было? было 107 молодец Костя напряжется когда в Полтаве Костя напряжется когда Надя похудеет совсем она не узнает где моя жена? за девчонки даже вскрышечка она из дома не выходит она там живет голодная то сидит и худает нет вот нет ходит первый ведь находится он долго будет еще выиграет кто там пользоваться не спешит сразу да уже есть ему возраст а какой ж лет я не знаю но просто больше 75 actually ты точно не знаю может уже и 80 не знает честно говорю не похож на хозяина дома это внешний вид говорю посмотрел я об жизни не стал чем хозяин даже говорят что люди которые по-настоящему богаты они все так выглядят 12 стульев да лена корейка тут был помнишь да богатая в чемоданах деньги прятал и работал простым богом за рулем будет теперь другие двое из ларца с братом моим здесь нет здесь тоже нет под моими нету погнали она далеко стоит нам же сейчас направо поворачивать так вы нормально вдвоем справляетесь тут все идет вниз дорога они почти не пихают а ну вот разве что сам гараж запихать да он немного в гору идет сколько лошадиных сил у вас ух паша ты бодрячком ты по моему тоже похудел я вам ссылочку на канал папа паша оставлю в описании если вам интересно понаблюдать за жизнью пашей златой лили пойдут златой поздоровайся привет ты на занятии со школы я со школы все спасибо паша за помощь смотрите свободный двор как круто сейчас еще все эти игрушки поубираем с песочницы и будет вообще красота ну что выпускаю выпускаю как же ждут стоят на задних лапках масики ох масики ох масики колобасики все можно гулять мячики поубираю у нас порядочек был во дворе у ветер выкатывает я все мячики сюда хочу сложить и сейчас вы мне под ноги лезьте мы и жлятки и пузяки лимойся так бы хотел бегать во дворе до собаками хотел бы тоже бегать лимоша ну да мы же не накрыли уже наверное бене а собаки что ли собаки я думала только коты это делать хотя и джета любила полежать в песочнице помнишь а это под горкой вот так и был там выкопано или то собака да тогда надо поправить все гудбай летние вещички да сменяется лето осень и осень зимой очень быстро быстрее чем хотелось бы ничего зато скоро тут будет стоять снеговики будет украшаться елка вот это и будет новый год вот такой довольный что с братом увиделся да у паши первая зарплата с youtube а пришла у него праздник все идем домой да точно все сразу попали во власть катюхи сейчас будем вычесывать о расческа замечательная вообще не дерет да скажи умка даже не пищит и расчесывает а потом будем по ходеркой после нее я сейчас еще посылочку откроет района пришла скорее всего костюмчик новый костюмчик посмотрим да здесь даже два костюмчик этот за луне не нравится умки нравится что это такое это телеграмма от гиппопотама так ну что давай глянем ух ты рукавички что мы еще не глянули а тебе уже не нравится и не 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 сейчас съедят рукавишки фу не кой здесь розовый костюм и две шапки желтая и серенькая от реймы шумаха интересненько что тут прислали да это уже рост 104 то есть у алисы реально сейчас рост я так думаю больше 105 но у реймы идет плюс 6 сантиметров поэтому вот это должно быть как раз на рост 110 и почему мы взяли еще такой костюм это померяем да взяли потому что бабушка наша нам так подсказала говорит нужен раздельный костюм еще тоже обязательно потому что когда мы заходим в магазин например ребенку жарко то можно верхнюю куртку снять штанах остаться комбинезон ты не снимешь он даже этот большой хотя вроде 104 отлично скажи даже этот большой я в шоке еще светоотражающие полосочки есть так классно он из такой лохматый мы же голову из этой ранки не моем она уже взялась корочкой это ранку скоро корочка отпадет тогда мы будем мыть голову а пока мы вот так волосики не пришли прошлогодний так и не встретился костюм не вообще не знаю куда делся с енотами а тут наш ой слушай отлично просто прекрасно видишь все таки тот был очень большой если учесть 104 даже великоват то тот все таки очень большой я была права и шапочку померяем давай вот эту серенькую я взяла 50 меньше чем-то шлем и даже рукавички хочешь померить я хочу да я померить хочу рукавички давай меряй смотри это наверное на эту ручку или не на это это на другую наверное ручку или где большой пальчик должен быть так вот так нужно эту сюда это вот сюда давай нужно чтоб большой пальчик вот сюда попал не явно большие не хорошие они же ходят под куртку я ну покажи маме на рукавички явно большие поэтому можно и поменьше заказать хотя я по их размерам подбирала так как у них написано давай шапочка вон у папы иди померяю папа шапочку а потом это давай серенькую померяем ухты хорошо да хорошая небольшая как-то отличная как раз подходит тебе это шапочка а желтенько будет под желтенький комбинезончик когда его пришлют и рукавички тоже для желтенького комбинезончик тебе в них пока неудобно будет это на снег когда снежок будет они хорошо закрывают чтобы снежок не попадал рукавиц а сейчас еще можно ходить в перчаточках нравится и босиком такой контраст да классно это классный костюм супер